Привет, дорогие друзья! С Днём морской пехоты Украины! Сегодня Пётр Алексеевич Порошенко своим указом назначил День морской пехоты Украины. Почему, скажем, потом. Он сегодня был в Николаевской области, он там выступал на судостроительном заводе, рассказывал о том, как голая босса армия была, и не накормленная. Не удержаны, не убуты, голодны. А чуть позже, уже перед морскими пехотинцами, он рассказывал, как он, в принципе, и одел, обул и накормил. Я направил усилия и ресурсы на невидкладное, чтобы одяхти, обути, нагодувати. Но вот Пётр Алексеевич рассказывает о том, что он сегодня там не только для того, чтобы спустить на воду новое судно. И сегодня я тут не лишать для того, чтобы взяли участь и в выставке, и в спуске на воду нового корабля. И я подумал, что это за новый корабль? Что это за корабль? Там мелькал один корабль на заднем плане, но это явно не тот корабль, потому что этот корабль, который мелькал, это Юрий Олифериенко. Это корабль, который вышел из Крыма в свое время, и он был построен в 1970 году. В 1970, поэтому он не мог сейчас быть спущен на воду. Тогда я начал рыться, копаться и докопался. Я вдруг понял, что за корабль спустили на воду. Вот это прекрасное судно, и пусть вас не смущает, что оно немножечко неказистое. Это буксир. Буксир. Президент приехал и участвовал в спуске на воду буксира. Это прекрасно. Золотовалютные резервы, которые я бы обранный президентом складали на межи 14-15-го уроки. Ну что, где-то я, где доллар? Ну это предвыборная, по полной идет. Он чешет, что по областям, с предвыборной кампанией. Потому что золотовалютные резервы, видите, были. В казне ничего не было. В мисле революции и гидности, премьерного казначейского рахунка, слышно, что ноль. ВВП падал, аж вот так вот падал. А сейчас-то ведь растет, растет аж вот так. 2,1, 2,5. Главное, чтобы 4,5 не достиг, потому что тогда придется деньги совсем по другой формуле отдавать. Но об этом мы не будем говорить. Это спасибо Яреське и лично президенту Украины за то, что были реструктуризированы долги таким хитрым способом. 2,1, 2,5. А в первом квартале 2018-го року украинская экономика разрастает уже 3,1%. И какой же выезд в ходе президентской предвыборной гонки без закона? Он выехал с закона. Мы как раз таки решили его подписать, пользуясь случаем. Проголосовали. И сегодня я планирую подписать закон про поддержку судно-предвыбования Украины. Еще раз проголошую, этим законам вношутся смены. Ну, это не единственный документ, который он подписал, потому что он еще решил подписать звернение до Верховной Рады. Ну, пользуясь случаем просто. За вашу присутністью я подписываю відповідное подання до Верховной Рады, яка забезпечит розвиток завязничной инфраструктуры Миколаевской области. Посмотрите, военный с папочкой похож на упоротого лиса. Почему это так возможно? Грустный такой ушел с папочкой. Подожди, он же уже говорил про золотовалютные резервы. Ну, говорил и что. Повторение мать учения. Золотовалютные резервы, коли я бы обранный президентом складали на межи 14-15 роков, но сегодня-то совсем другое, дякуючи мене. И вот, собственно, после этого состоялось торжественное уже мероприятие с участием морской пехоты. Морских пехотинцев поставили, к ним подъехал главнокомандующий. Посмотрите, как едет. Будет проходити повз кораблев, які встановлены на фарватері речки Ингул, прямо навпроти набережной Миколаева. И вы спросите, что это за... Парабачич кто-то выехал? Нет, это вот он. Это едет главнокомандующий. Малые броневанные артиллерийские катары Аккерман и Вижгород. Абсолютно новая военная техника. Новое пополнение военно-морских сил Украин. Не, ну классно, что. Это канал Порошенко комментирует. Это классно, что новая техника, абсолютно новое, все такое. Но Аккерман заложен был в 2012 году. Это не Порошенко заложил. Ну, все такое, это не суть важна. Стоит лава морских пехотинцев Украины, які готовы до церемонії все старича створення морской пехоты Украины и церемонії зміни беретів морской пехоты Украины. Классный катерок, мне нравится. Катер главнокомандующего. Посмотрите, обратите внимание, опять-таки, он опять или в странном бронежилете каком-то, или он почки отдельно уже носит. Многие замерли, глядя на сабельку этого бравого морского пехотинца. Ну, ничего не случилось. На вишиванці квітнуть маки, вони як символы землі. Это уже стандартно. Это стандартно. И сам Порошенко говорит, что часто я начинаю со стихов. Ну, такой поэтический дякула. А сейчас вам покажу спецэффекты, потому что выступает Порошенко. Это же, знаете, ну, должны быть какие-то спецэффекты, должно быть все так устроено. И вот все это проходит под эгидой такой, знаете, провинциальности, ущербной провинциальности. Посмотрите спецэффект. И вы, конечно, спросите, а что это за вертолет с флагом? Зачем он пролетает? Я вам скажу, допустим, над пляжами Ниццы тоже иногда пролетают такие кукурузники. Кукурузники, знаете, их называют. Там тоже с такими флажками. Там рекламные обычно. Кафе де флор или там еще что-то там. Заходи, выпей пиво. Там пиво сегодня по 2 евро, 3 бутылки или что-то такое. Вот это спецэффекты. Ну, чтобы красивее было. Еще летят. Они будут периодически летать, но с такими, с хорошими временными отрезками. Еще летят спецэффекты. Идеологичное размежевание с краиной-агрессором. И мы начали это еще 2014 год. Когда я скасовал радянский, российский... Ну, красиво. Красиво. И главное, вот так, знаете, торжественно получается все. Никак не провинциально, не так, не по-жлобски, не по-хуторски, а так торжественно. Кстати, пользуясь случаем, тут решил закон подписать. И подписание этого закона, это очень важный этап. Подписание закона является важным этапом подальшего разбудования армии. А почему это важный этап в дальнейшем строительстве армии? Потому что теперь сменится цвет беретов. Вот так вот. Все, береты сменил, армию обновил, можно так сказать. И опять летит самолет, опять спецэффект. И еще один летит самолет. Ох, и спецэффект. Главное, что заглушают самого Диакулу, но об этом они не подумали. Теперь настоящая журналистика от журналистов Пятого канала. Вот я себе представляю, президент Алан приезжает и вручает там тоже береты, там еще награды. Вот я себе представляю, чтобы комментатор вот так же пафосно об этом рассказывал. И потом понимаю, что нет, не представляю. Как будто волны Азова и Черного моря, подсвеченные солнцем. Когда же вы вытряхнете из себя этот долбанутый совок? Никогда, наверное. Принял решение. Новый день морской пехоты Украины, который отныне отзначится на державном уровне 23 травня. Принял решение. Почему он такое принял решение? Потому что Гетман Скоропадский какой-то там издал указ в 2018 году. Ну, он немного месяцев руководил украинским государством. И поэтому 23 мая. И тут как раз по случаю подпишу вот указ. Из всего привода я подписываю ответственный указ президента Украины. Подписатель Диакула. Тут есть один нюанс. Во-первых, на самом деле Скоропадский руководил молодым украинским государством несколько месяцев. С апреля, по-моему, по декабрь. А во-вторых, он смотал удочки вместе с немцами в 2018 году. Из-за чего? Из-за того, что приходила директория. В принципе, он убежал от Петлюры. И вот тут у меня какое-то раздвоение настоящее. Петлюра – герой. Скоропадский, сбежавший от Петлюры, тоже герой. Я ничего не понимаю уже. Мне кажется, что они уже сами ничего не понимают. И немножко запутались. Так все герои, но почему-то герои бегали от героев. Короче, стоп. Чтобы не задавать всяких вопросов, на которые трудно ответить, лучше их вообще не будем задавать. Давайте лучше подякуем Петру Алексеевичу за очередное шоу. Пускай и провинциального уровня. Ну, а всех военнослужащих я на самом деле поздравляю. Не знаю, насколько для них это важный день. Насколько для них важен цвет берета и так далее. Ну, в общем, дякую. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока.